Делегаты и участники съезда обсудят развитие сельского хозяйства, поддержки предпринимательской инициативы, транспортной инфраструктуры и, конечно же, вопросы здравоохранения и образования. По всем поднятым проблемам будут приняты конструктивные решения. В Сочи же результаты в перечисленных отраслях немалые. Достигали их совместно власть и партия. К слову, Единую Россию в Сочи поддерживает порядка 60% горожан. Из числа реальных дел сочинцы отмечают строительство нового жилья, медучреждений и учреждений образования. Кстати, до 2010 года соцпроекты в городе не реализовывались вообще. Новейшая инфраструктура дала мощный толчок социально-экономическому развитию города. Заслуга партийцев-единороссов в этом деле неоспоримо, подчеркивает и градоначальник. Да, они очень напряженные, эти проекты. Они очень ответственные. А то, что сегодня делается при поддержке партии Единая Россия, это очевидно. Местное отделение партии Единая Россия, секретарем которой я являюсь, в общем-то сегодня работает над тем, чтобы создать еще и, скажем, городскую программу переселения отзветкового аварийного фонда. Почему? Потому что федеральная программа, она жестко регламентируется. А у нас сегодня на зрелую необходимость есть такие семьи, которые живут в очень плохих жилых домах и они требуют немедленного переселения. И таким образом, я думаю, что большое количество семей сочинских прочувствует заботу и партии Единая Россия, и власти. Уже известно, что в этом году, и это только по федеральной программе, новые квартиры получат 160 горожан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На сегодняшний же день из ветхого жилья переселили почти 900 сочинцев. Люди, которые переселились и ждали по 20-30 лет квартиру, они первый раз увидели красивое, светлое и солнце в своем окне. Все удобства сделаны для того, чтобы люди проживали, а не просто прозябали в этой жизни. Поэтому большое спасибо Путину за такую программу семейную. И также большое спасибо, что Кондратьев, наш губернатор, также Пахомов эту программу предварили в жизни. Что же касается проекта партии образования, то его достижения в первую очередь ощутили тысячи юных сочинцев. С учетом расширения групп в дошкольных учреждениях создано более 8 тысяч новых мест. Муниципальные и краевые бюджеты выделяют деньги на обеспечение налогов, коммунальные услуги, заработную плату педагогов. Не всегда хватает на ремонтные работы. И по поручению нашего мэра Анатолия Николаевича социально ответственные шефы подключаются к работе. У нас было в общей сложности отремонтировано около 43 образовательных организаций с помощью шефов. Сначала их было 35, потом 36, и вот мы дошли до 43. Причем это очень ощутимая помощь. Фасады, кровли, отмостка, асфальтирование, замена окон. Спасибо большое. В целом же в Сочи построено 5 новых и отремонтировано 36 старых школ, 7 новых детских садов и 11 пристроек к существующим. Город Сочи стал самым популярным. И в город Сочи до 200 тысяч дополнительно переехало жителей со всей России. Естественно, что сегодня перед нами новые вызовы. Это опять же строят детские дошкольные учреждения. И мы это делаем. Ну, кстати, уже приступили к строительству детского дошкольного учреждения в ЛАО. Мы приступили к строительству новых школ, которые просто нам необходимы. Это прежде всего школа в верхней беранде. Она строится. И я уверенно могу сказать, детки 1 сентября этого года пойдут в новую школу. По строительству школ в Сочи разработана целая дорожная карта. Судя по которой, 10 марта приступят к строительству еще одной школы в Веселом, а в мае в поселке Совет Кваджи. А в непростом вопросе строительства школы на Мамайке властям Сочи содействие оказывает и губернатор края, и министр образования страны. На новый уровень вышло и местное здравоохранение, о чем свидетельствуют цифры. Продолжительность жизни в Сочи увеличилась на 5 лет. И, конечно, мы продолжаем реализовать партийные, спортивные проекты. Это и строительство спортивных объектов. Вы, наверное, знаете, что в том же ЛАО уже к концу этого года будет построен спортивный комплекс. Мною принято решение, и сегодня каждый населенный пункт, каждое село, это 84 населенных пункта, получат отдельную спортивную площадку. И, по большому счету, партия «Единая Россия», на мой взгляд, становится действительно такой народной партией, на которую очень сильно надеются наши горожане. Впереди, отмечает Анатолий Пахомов, еще немало задач. В этом году это и ремонт дорог, на которые выделено 510 миллионов рублей. А еще Сочинское местное отделение «Единой России» планирует продолжить большую работу по реализации федеральных, региональных и муниципальных партийных проектов, таких как «Безопасные дороги», «Народный контроль», программа «Антинарко», «Сочи-город без табака», программа «Сочи-гостеприимный город» и многие другие.